Я не разрешала съёмку себя. Я не разрешала съёмку себя. Рот свой закрой. Сама закрой свой рот, понятно? Ушла отсюда. Ушла отсюда. Ты охуент, что ли, блядь, меня гнать отсюда? Ты что, юбка, ой, мать? Суны, что ли? Выйди, блядь, слабо. Ты матом-то не ори в общественных местах, да? Выйди, слабо. Матом не ори в общественном месте. Овца ты, понятно? Как хочу, так и разговариваю, блядь. Давайте полтора на полтора. Кто-то что не даёт? Полтора на полтора, давайте. А я у вас и не спрашиваю. Можете подать на меня в суд. На работе находитесь? Конечно. Ну, то есть вы должностное лицо сейчас? Правильно? Или вы гражданское лицо? Тогда снимайте свою рабочую, это, как у одежду, и идите домой. Раз вы не на работе. А вы мне будете указывать что-то? Значит, вы мне тогда не указываете по поводу фото-видеосъёмки. Понятно? Лучше скройтесь в свою подсобку и сидите там, пока вас не позовут. Всё слышали? Они тебя продепилировать согласились? Мне нет, да. А то наглецы тут. Торгует просрочка, ещё запрещает фото-видеосъёмку. Как вам вот это? С 27-го числа нормально стоит? Хорошо торгуется? Просрочкой. А? Вот лучше скройтесь там и сидите, пока вас не позовут. Здесь вот написано упаковано под вакуумом, но, к сожалению, она развакуумная. Это у нас уши свиные, срок годности истёк 23-го, 2-го, 21-го года. Пиво, срок годности истёк 21-го, 2-го, 21-го года. Здесь, так, колбаска, вакуумная, я не знаю, вакуумная, наверное, упаковка или... Да, вакуумная упаковка должна быть. Да, упакована под вакуумом. Это у нас просрочка, 27-ое, 2-ое, 21-ое. Срочек тоже просрочен, 28-го, 2-го, 1-ое. Я вообще не пью, я вообще не пью. Да кто ты такой, ты самозванец? Я вообще не пью. Ты самозванец? Кряпни, иди в водочки, давай, напугай. Да, мудила из нижнего токила. Поздравляю тебя. Спасибо. С праздником. Пожалуйста. Распознайте это тело, особенно это лицо. Напишите в комментариях, где он проживает, как его зовут и с чем его едят. Напишите в комментариях, как его зовут. Уважаемые подписчики, напишите в комментариях, как его зовут. А мы тебя тоже знаем. Реально надоелось. Ты парашник. Ты реально надоелось тоже. Все, кстати, по стране ищут парашника, по ходу дела мы его нашли. Да? Себя что ли нашел? Тебя. А, себя. В Питере причем нашли? Себя, да, нашел? Его ищут по России, а мы нашли его в Питере. Да, да, да. Себя, да, да, да. Якобы на камеру попадает ваша личная частная жизнь. Вы это имеете в виду? То, что вас обижают, то вас снимают. Вы находите в общественном месте, здесь можно снимать. Здесь как бы... Хорошо. Нет, вы также можете снимать, без проблем. Они провоцируют. Чем? Реально провоцируют на грубость, на какие-то эти самые... Ты его еще провоцируешь, гражданин. Он мне вообще нужен? Они его уже давно домой отправили. Будем обязательно. Мы ему сказали, иди домой уже давно. Как полчаса назад. Что он здесь еще делает, непонятно. Там галочка будет стоять. Давайте посмотрим. Пожалуйста. Вы на кого будете заявлять? На вас на всех. А на основании... Чего я должен буду предоставлять? На вас будет заявление. Ну, пускай сначала пишет. Есть, конечно. Пускай сначала пишет. Я не знаю, на кого. Да, и давайте его не уезжайте. Нужно будет сразу вас в больничку дать. Прямом. Ваши нам документы посмотреть. На основании. Вот, на основании того. Чего? На основании чего? У него доказательства есть, что я грубил ему. Лучше будем разбираться. Вот пускай разбирается. Вот пускай разбирается. Здесь все записано. Если пускай... Когда она пишет заявление, я знакомлю с заявлением. Здесь никогда. Алло, интересно. Давайте в рамках закона Российской Федерации действуем. Здесь никогда. Не надо условия здесь ставить. В смысле, не надо условия ставить. Когда я знакомлюсь. А я вам не дам паспортные данные свои. Мне не нужны ваши паспорты. Ну и все. Я хочу посмотреть, кто вы. Ваш нос. Смотрите на меня. Вот он, я. Я человек. Я вам говорю, на вас пускай. Я человек. Мы работаем по устному заявлению. Что вы работаете? Устно это не... Знаете, я тоже могу, тоже могу написать устно. Сказать устно. Пишите, пишите. Он собрался писать, пускай пишет. На неустановленное лицо. Я же вас спросил. Вы будете писать заявление? Мне зачем? Вот. А я буду. Пиши, пускай пишет. Вот когда напишет, тогда другой разговор будет. Он представился как человек из СМИ. Я говорю, какой СМИ? В чем проблема, я не понимаю. У меня проблема? Да, да. У вас в чем проблема? Конкретно у вас. У меня нет проблем. Вот мужчина говорит... А у него, походу, дело есть. Мужчина, есть претензии к вам. Нет, вы сказали, что у вас претензии ко всем. Можете по пальцам показать? Да, меня не надо снимать. Нет, вы сказали, что у вас... Хорошо, хорошо. У меня претензии, потому что он меня оскорблял. Вот он меня оскорблял. Вот именно этот человек, вы слышите его конкретное заявление. Вы слышали? Пускай пишет, пускай пишет. Поступило нам устное появление. Пускай пишет. Пускай пишет. Пускай пишет. до завтра. Я не тороплюсь никуда. Не торопитесь. Послушайте меня. Гражданин обратился к сотрудникам полиции за помощью. Я тоже обращаюсь за помощью. Потом я вас послушаю. Или мы будем вот так. Они поставили? В общем, пьяного матершинника будете в отдел доставлять, нет? Да, да. Сейчас я позвоню. Давайте пьяного матершинника в отдел. От интеллигентного человека отстаньте. Поняли? Давайте на мета свидетельствование его. Очень смешно. Я вам тоже объясняю. Я тебе объяснил пьяного в отдел скручивай, который матерится здесь. А что вас трясет? А хочется мне так? Ты мне запрети, что ли, трястись? Нет, это же глупость. Пьяного урода в отдел, говорю, быстро. Хочу я. Вы слушаете меня? Я слушаю. Смотрите, я посмотрю. Меда свидетельствования. Оно проводится в тех случаях, когда человек находится в нетреннем состоянии, оскорбляющим, человеческое достоинство. Вот это включает себя. Ну, это уже было. То, что он не может, то, что он не может стоять, передвигаться, стоять, находиться в грязной одежде. Ну, хоть дело, короче, здесь крышу. Я уже звонил по 112. Где крышу? Я объясняю. Крыша приехала. Очередная. Сотрудники полиции вечно позорятся о нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Он сейчас в состоянии алкогольного опьянения. Что такое общественное место? Послушайте, послушайте. Вы пока постойте, помолчите сейчас. Лучше помолчите. 11 нахождение в алкогольном месте. Я уже объяснил три раза. Три раза. Так он в состоянии алкогольного опьянения. Здесь оскорбляющего человеческого достоинства. Меня оскорбляет это. Приятно не ходить, падать, ломать все. Меня это оскорбляет, что он находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Что-то вот. Михаил, что вот? Голос везде ниоткуда. Снизим тон все вместе, да? Чтобы он уже действительно громко... Тут действительно, тут Парашников собралось уже. Планк заявления объяснения. Пиши заявление. Оскорбился, пиши заявление. Пишу, пиши, пиши. Легко. Парашник. Еще могу назвать. Парашник. Нормально, может, он врача вызовет? Не, а у тебя что, заело? Не, вы просто вопрос. А у тебя что, заело? Не, просто вы трясетесь, может, вам помощь оказать? Оскорбление, помощь. Мы от вас помощи не хотим. Вообще. Вы сойти трясетесь? Я с ним вообще разговаривал. Никакой. Потому что сотрудники полиции у нас обычно нормальные. Сейчас беседу. Давайте планк заявления, объяснений. По крайней мере, я не знаю, что это сотрудники полиции. Это человек, который оделся в униформу, в виде сотрудника полиции, который мне не представился. Не укомплектован? По какому хрену вообще к нам подходишь, что-то предъявляешь? Не надо со мной так разговаривать. Надо с собой так разговаривать. Не надо, не надо. Ты не укомплектован, вообще открылся. Есть. Стойте, трясетесь. Ярошков. Ярошкин. Ярошков. Ярошков Александр. Так. Не надо меня православливать. Не надо. На все надо тебя. Что-то случится со здоровьем. Что-то случилось? Заявления должны быть. Бланки заявлений должны быть укомплектованы. Или вы не укомплектованы. Или вы не укомплектованы. А слушай, на что вы на этот вопрос знаете, если вы хотите создавать... Для того, чтобы узнать, есть ли у вас... Пресс-служба ММД обращайтесь и узнать. А сразу в пресс-служба, короче. А вы сказали, что вы из СМИ. Тебе какая разница? Откуда я? Я хоть из зоопарка пришел сюда. Тебе какая разница? Злой какой, а? Чего вы действительно так все разговариваете? Что ты такой злой там, я вообще... Потому что ты бесишь уже, понятно? Полицию вызвала? Тихо, тихо, тихо. О, рапортом отразил. Если не отразишь, то бездействие. Рапортом отразил быстро мать в общественном месте. Рапортом отразил, когда ему надо врача. Он вообще неадекватный. При тебе матерился адекватно. Рапортом отмечал, что он бухгал. Да ты тоже неадекватный. Все, все, все. На своем состоянии алкогольного опьянения находишься в общественном месте. А сотрудники полиции бездействуют. Да, да. Что да-да-то? Что у вас? Беда? Да, беда у меня, что в стране мусора прикормлены и крышующие есть. Понимаешь? Это кто такие? Это такие. Загугли в интернете, посмотришь, понял? Я не знаю, кому говорите. Ну вот в интернете посмотришь, я не нанимался тебе бесплатно. В интернете смотреть. Вы же сами начинаете общаться, что ты разговариваешь? Я начинаю. Вы подошли ко мне, я с заявителем разговариваю. Каким заявителем? Вот с ним. Иди уже. А вы начинаете разговор обрезать. Ты чего? Только что матернулся. Я не знаю, с кем разговариваю. Я разговариваю с ним. Вы должны все слышать. Человек только что матернулся в камеру. Я еще раз повторяю. Я с ним специально вышел на улицу, чтобы не было комфорт. Если ты, мужик, повтори сейчас еще раз то, что ты сейчас сказал. Не надо. Успокойтесь. Мужик. Мужик, повтори еще раз. Я его спрошу. Повтори. Может сделать шаг. Значит не мужик. Сделайте шаг назад, пожалуйста. Не провоцируйте. Значит не мужик. Не провоцируйте. Это то, чтобы зафиксировать. То, что вы не слышите. Понятно? То, что вы не слышите. Я вам сейчас только что сказал устное заявление о том, что человек матернулся в общественном месте. Я провоцирую? Пошел он вообще домой.